Игры в возрастной категории мальчики и девочки до 14 лет. Соревнования продлятся три дня. Сегодня у нас день квалификации. Завтра начинается финальная стадия. Четыре группы по четыре участника и участницы. У мальчиков и у девочек по 16 сильнейших спортсменов и спортсменок в данных возрастах. Напомню, что на квалификационном этапе игры идут в группах. И первые и вторые места выходят в следующий этап, где будут игры по кругу. За места с первого по восьмое и третьи и четвертые места, соответственно, будут оспаривать места с девятого по шестнадцатого. Соревнования проходят в хорошо вам всем известном спортивном комплексе. Школа Олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Солдатовой. Если кто-то в данный момент находится в городе Чебоксары, Республика Чуваша, милости просим к нам в зал. Адрес улица Мичмана Павлова, дом 9А. Здесь есть возможность понаблюдать за встречами сильнейших мальчиков и девочек в категории до 12 и до 14 лет. У нас работают четыре камеры. Камера первая держит в поле своего внимания игры на втором и четвертом игровых столах. Вторая камера следит за столом 1 и 3. Камера номер 3, столы 5, 7 и четвертая камера сфокусирована на происходящем на столах 6 и 8. По возможности мы будем готовить и предлагать вашему вниманию интервью с участниками и участницами, с тренерами, с официальными лицами. Будьте внимательны, не пропускайте, не переключайтесь. По возможности мы будем организовывать наши небольшие экспресс-интервью. Здесь в зале я вижу Анну Максимову, которая является исполняющим обязанности главного тренера сборных команд России по настольному теннису. Я думаю, обязательно мы обратимся к представителю Федерации настольного тенниса России и получим наше небольшое интервью. Кизимова-Проскурина. Стартовали в своей встрече Кизимова. Впереди 10-5 в первой партии и 11-й мяч. Ульяна Кизимова представительница Оренбурга. Она на восьмой строке сильнейших спортсменок в данной возрастной категории возглавляет список Мария Виноградова. На второй строчке Варвара Толмачева. На третьей Амина Элимбетова. И на четвертой Елена Знаменская. Дальше Полина Романчикова, пятая. Полина Копылова. София Брегина. Или Брегина. И Ульяна Кизимова. Как мы говорили, такова сильнейшая восьмерка у девочек до 14 лет. Перерыв. Елизавета Проскурина представляет город Чебоксара, Чувашская республика. И она на 16-й последней позиции. Терять, как видим, нечего Елизавете. Ну и посмотрим, насколько ей облегчит это показать все то, на что она способна. Следующий запуск будет у мальчиков до 14 лет. Попеременные запуски будут. И сегодня мы планируем завершить трансляцию второй половины первого игрового дня ТОП-16. Ближе к 17 часам 10 минутам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Места с 9 по 16. Эти ребята будут, конечно же, претендовать на то, чтобы оттеснить своих более высокорейтинговых соперников и попасть в верхнюю половину в финальной стадии. Это Артем Дулаев на девятой строке, Александр Богданов, Роман Хусаинов, Леон Власов, сын нашего знаменитого теннисиста Григория Власова, Степан Петухов, Леонид Хитилов, Артем Кривушкин и Игорь Гордин. Это спортсмены, занимающие места с 9 по 16. Напомню, в рейтинг листе сильнейших мальчиков до 14 лет. Ну и будет интересно. Повторюсь, сегодня у нас квалификационные игры в четырех группах. В каждом возрасте у девочек четыре группы и четыре группы у мальчиков. Первые и вторые места по результатам круговых квалификационных игр выходят в первую половину, которая будет бороться за места с 1 по 8 и остальные. А это места 3 и 4 попадают во вторую половину, где будут разыгрываться места с 9 по 16. Финальная стадия стартует завтра в 10 часов. Напомню, что по традиции мы разбиваем все наши трансляции на две части. Первая часть идет до обеда и после перерыва длительностью в один час мы начинаем трансляцию второй половины игрового дня. Ну и третий завершающий день топ-16. Нас ждут завершающие игры и в 15 часов. Не готов сейчас точно говорить. По-моему, в 15-30 мы будем следить с вами. Это я уже говорю о игровом дне 5 февраля. В 15-30 мы будем следить с вами за церемонией награждения победителей и призеров турнира сильнейших спортсменов России топ-16. Нет, это я уже посинец. Спасибо. 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 Спасибо.